Переизбрали. Сегодня состоялось первое заседание вновь избранной общественной палаты области. Главный вопрос, кто продолжит ей руководить? Напомню, выборы в саму палату прошли с многочисленными скандалами. Журналисты обратили внимание, что в орган попали люди, которые зачастую не имеют отношения к общественной деятельности. Павел Фитилев тоже побывал на первом заседании и готов поделиться подробностями. Недостатки есть, мы безусловно знаем, они есть. Перед тем, как избрать нового председателя, в общественной палате обсуждают перемены. Это сокращение срока полномочий с пяти до трёх лет и количество общественников. В новой палате их 63. Раньше было 64. Как мы видим, Александр Соломонович отвода не взял, поэтому приступаю к голосованию. На должность руководителя только один претендент, прежний глава, Александр Ландо. Поддерживают его кандидатуру единогласно. Хотя в кулуарах общественники признаются, вопросы к работе общественной палаты есть. Например, правозащитница Наталья Караман говорит, что чувствует себя здесь, как инородное тело. Складывается такое впечатление, что это какой-то межусобойщик, который просто пришёл посидеть, в принципе, поднять руку. Очень много дифферамбов. И какие-то они дифферамбы такие, ну, как сказать, по-детски очень неискренние. Когда ребёнок очень сильно хочет хвалить свою воспитательницу в детском саду для того, чтобы она его в следующий раз не наказывала. Минувшие выборы в общественную палату некоторые эксперты и журналисты назвали скандальными. Многие обратили внимание, что в орган попали дети, партнёры и друзья представителей власти и бизнесменов, которые никакого отношения к общественной деятельности не имеют. Я за то, чтобы конструктивный диалог был выстроен с прессой. Ещё раз подчеркну, это объективная реальность. Журналистов надо уважать. Журналистам надо уважать членов общественной палаты и всего общества. Вот взаимное уважение не отрицает критики, но оно даёт плодотворную работу. Старый и новый председатель общественной палаты Александр Ландо пообещал не вступать в дискуссию с теми, кто его критикует. И отметил, что зачастую именно общественники заставляют чиновников работать.